Здравствуйте, друзья! Функция BrushDrawEllipse, либо BrushDrawEllipseS, позволяет нарисовать эллипс на сцене в локальных, либо глобальных координатах. Давайте посмотрим, что это значит. Вызываем окно библиотеки, горячая клавиша F3, у меня уже вызвана, и здесь нахожу метод Brush. Теперь к этой переменной я могу обращаться. Напомню, что Brush сам не является переменной, то есть те рисунки, которые мы будем создавать, это не переменная. Это некая нашлепка на экране сверху, которая не грузит игру, потому что это не переменная. Просто поверх игру еще что-то потом нарисовать. Вот если это совсем просто объяснить. Итак, мы используем наш Brush и эллипс у нас. DrawEllipse. И у нас две команды, локальные, либо глобальные координаты. Сначала глобальные координаты. Посмотрим на наш эллипс. Вот такой наш эллипс. И если мы вызовем локальные координаты, то ничего не изменилось, потому что пока на сцене ничего не двигается, то есть пока именно камера на сцене не сдвигается. Если, например, персонаж придет направо, и камера бы следила за персонажем, то объект уходит, видите, налево. То есть когда сцена начинает двигаться, тогда мы применяем локальные координаты. Давайте пока отменю эту функцию и повешу камерный персонаж, чтобы на сцене что-то начало двигаться. Вот так вот. Теперь сцена двигается. Отлично. И мы видим, что этот объект стоит на месте. Он там и остался, потому что он нарисован глобально по вот таким координатам с такими параметрами. Но если мы его нарисуем локально, то он запозиционируется не относительно нуля сцены. Вот ноль сцены. А относительно нуля окна браузера, где находится окно браузера. То есть, по сути, будет висеть всегда на сцене, потому что позиция у него уже именно от окна браузера идет. Итак, используем функцию S и смотрим результат. Да, он всегда будет теперь висеть там. Этот элемент, как все браши, служат для того, чтобы что-то отрисовать на сцене при движущемся персонаже, например. Ну, если мы используем локальные координаты. То есть какие-то элементы графики, которые должны быть всегда видны на сцене, вне зависимости от позиции персонажа. Ну что ж, друзья, на этом я завершаю этот видеоурок. Спасибо за внимание. С вами был Александр Птичкин, основатель образовательного портала Multirok.ru и разработчик игрового движка PointJS. До встречи в новых видеоуроках. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok